Дороги, капитальный ремонт больниц и модернизация водоснабжения. Каких изменений ждут на севере республики? Глава региона провел рабочую поездку в Балезино. Задачу выполнили пожарные Удмуртии, помогавшие своим мордовским коллегам в тушении лесных пожаров вернулись домой. И капля жизни Удмуртия со всей страной вспоминает жертв бесланской трагедии. Более миллиарда рублей стойка средств требуется на полную модернизацию системы водоснабжения поселка Балезино. Провести ее власть республики планирует поэтапно в течение нескольких лет. Об этом глава региона рассказал во время рабочей поездки по северу республики. Какие вопросы еще обсудили, наши журналисты расскажут в подробности. У Павла и Анастасии Князевых четверо детей. Для большой семьи нужен был и большой дом. Его смогли построить при поддержке государства. Субсидию 800 тысяч рублей получили по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Теперь развивают и личное подсобное хозяйство. И тут без поддержки не обошлось. Средства на заведение хозпостроек получили по собственконтракту. «Думаю, что, воспользоваться надо шансом. Когда у мамы еще жил, скотину держали. Думаю, что, может, тоже справимся с скотину. Купили скотину, маму пока держим. Сейчас хлеб достроим по стройке. И тогда все уже». Павел и Анастасия не исключают, что и дети в будущем тоже будут работать на земле. Тем более, что осваивать профессии в Болезинском районе можно, начиная со школьной скамьи. В районе работают агроклассы. Такие есть и в соседнем селе Пыбья. Уже второй учебный год для старшеклассников проводят еженедельно после уроков факультативы. «Проводят опыты, теоретические задания, занятия, практические занятия». «Кто-то из них уже, может, изъявил желание потом в сельхозакадемию?» «В этом году нет, но желание есть у людей, у детей заниматься этим направлением». «То есть вы ведете их по сути?» «Ну да. Если один-два человека придут обратно в сельское хозяйство, в Орловск, это уже будет хорошо». Обновляется техника и в районной больнице, но проблемы есть. В капитальном ремонте нуждается само здание. Об этом говорили на встрече Александра Горичалова с медиками. Решение республика выделит больнице в следующем году средства на замену кровли, окон и обновление стационара. На контроле и вопрос с водоснабжением в Болезину. «Изношенность сетей такова, что уже практически ремонтировать нечего, поэтому мы прорабатываем с Минстроем проект на практически новую систему водоснабжения поселка. И это тоже примерно 400-420 миллионов рублей. Так что совокупно в ближайшие 3-4 года нам предстоит изыскать возможности на миллиард 200, миллиард 300. Вот такой бюджет уже включил все возможности наших сенаторов, депутатов». Об этом глава республики говорил уже на встрече с активом района. Но больше всего вопросов у жителей остается по дорогам. Район в последние годы на дорожный ремонт получает в разы больше средств, чем это было лет 6 назад. Однако этого недостаточно. На 2022 и 2023 годы финансирование еще увеличат, а в ремонтный план включат и тротуары. Оксана Фудикова, Александр Днемидов, Юрий Дроздук. Новости. В республике стартовал второй этап проекта «Школа бизнеса». В Удмуртии он реализуется впервые. Участвуют в нем молодые люди от 14 до 20 лет. Ребята уже представили свои проекты. Из более тысячи жюри выбрало 20 лучших. В течение месяца под руководством наставников они будут изучать основы предпринимательской деятельности, разрабатывать бизнес-продукты и учиться их продвижению. Проект «Школа бизнеса» реализуется при поддержке правительства республики. Мы научим, как правильно делать свой бизнес. То есть это теоретические знания, которые накладываются на практические проекты ребят. Все ребята сегодня пришли сюда с проектами со своими. И мы просто будем правильно говорить, вот теория бизнес-теория, как она накладывается на ваш проект вместе с нашими уже сегодня состоявшимися бизнесменами. По данным российского Минэкономразвития, за последние три года количество предпринимателей среди молодежи увеличилось втрое. Открыть свое дело такой шанс есть и участников проекта «Школа бизнеса». А в столице республики продолжаются новоселья. На этот раз его отмечали в микрорайоне на улице Берша. Здесь открылся новый детский сад. Объект долгожданный. Молодых семей здесь очень много. И наши журналисты побывали на открытии, узнали, сколько малышей получили путевки в новый детский сад. И как решается вопрос местами для тех, кому нет еще трех. Елена Ельиния, Обуховское слово. Супердетский, так называется новый детский сад, открывает двери для 220 маленьких жителей микрорайона на улице Берша в Ижевске. Его очень ждали родители малышей. Молодой микрорайон развивается. В новостройках проживают сотни молодых семей с детьми. Детский садик был жизненно необходим. Очень рады, что открылся данный детский сад. Он находится прямо рядом с нашим домом. Рады этому открытию. Раньше мы старшую дочь, но сейчас пока водим далеко. Микрорайон большой, развивающийся. Очень много семей с детьми. Это была такая большая необходимость детские сады. Новый детский сад разгрузил с десяток близлежащих садов и стал настоящим образовательным комплексом. Для развития детей закупили самое современное игровое и учебное оборудование для робототехники. У нас масса разных игрушек замечательных, развивающих. Есть хорошие оснащенные кабинеты, интерактивным оборудованием, психологическое оборудование замечательное. То есть деткам будет интересно и комфортно в нашем детском саду. У вас даже радио свое есть? Даже радио планируем. Но все условия чисто технические есть. Будем работать. Детский сад построили по национальному проекту «Демография», который инициировал президент страны. Стоимость объекта 239 миллионов рублей. Очередь за путевками, конечно, не исчезнет, но она точно станет меньше. Тем более, что в Ижевске сегодня полностью закрыта очередь в детские сады для детей от трех лет. Больше станет места и для самых маленьких. В возрасте от трех лет и старше нет никаких проблем. То есть у нас все дети устроены в детские сады. Есть небольшая очередь у нас в возрасте до трех лет. Но мы делаем все возможное для того, чтобы ее минимизировать. Поэтому мы и перепрофилируем группы. В этом году достаточно много мы открыли новых мест. В этом году в Ижевске откроется еще один детский сад в районе сельхозвыставки. А в следующем снова на Берша. Кроме того, в ближайшее время в городе планируется строительство еще четырех детских садов. В микрорайоне А11 на улице Ворошилова, в микрорайоне Новый город и в центре Ижевска. Елена Абуховская, Илья Дериндяев. Новости. В республику вернулась аэромобильная группа регионального главка МЧС, которая принимала участие в тушении лесных пожаров в Мордовии. Командировка длилась почти месяц. Сегодня она завершилась. Огнеборцы встречала наша съемочная группа. Наталья Филимонова в расположение пожарной части пришла одной из первых. Вместе с сыном сегодня встречают своего героя и вспоминают, насколько быстро, прервав свой отдых в деревне, мастер пожарный Григорий Филимонов отправился на службу по экстренному приказу. Он быстро взял с собой рюкзак и все, поехал. Я такая, ну ладно, что-нибудь будет известно, ты, говорит, напишешь. И я, говорит, ладно, напишу. Время 12 часов ночи, наверное, он мне пишет смс-ку. Все, говорит, нас в 5 утра отправляет Мордовая. Я такая, что серьезно? Он говорит, да. Я все, сразу слезы. И все, уже спать не могла. Все переживать начала. Там же все равно страшно. Это лесные пожары. Все равно представляешь по телевизору. Все показывают. Но страхи уже в прошлом. Вся специально созданная при региональном МЧС. Аэромобильная группировка вернулась домой. 45 сотрудников МЧС и 6 единиц специальной техники. В ее составе не только огнеборцы, но и специалисты по техногенному спасению, кинологи и химики. Это подразделение, оно не привязано к населенному пункту. А все остальные пожарные подразделения у нас из населенного пункта не могут выезжать, отвечать за тушение пожаров на объектах экономики, объекта с массовым пребыванием людей и в самих населенных пунктах. На плацу не только сдача караула и приветственные слова начальника республиканского главка МЧС, но и самые родные люди огнеборцев. И такие долгожданные для всех объятия. Они не видели друг друга месяц. Впереди отдых в кругу семей и рассказы о том, каким жарким для всех спасателей выдалось лето 21-го. Очень жарко. Тяжело. Пыль. По лесу ходить еще не очень так. Вставали рано. В 5 утра подъем. До 8 вечера работаем. Потом в общественную баню. И потом отдых. Один день работаем, один день отдыхаем. Помимо небольшого отдыха, каждый сотрудник, вернувшийся из командировки в Мордовию, получит премии в размере оклада. Приказ начальником управления регионального главка МЧС уже подписан. Наталья Байгозина, Александр Широбоков. Новости. Сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. Дата была установлена после трагических событий, произошедших в городе Беслане в 2004 году, когда террористы захватили детей, родителей и учителей, пришедших на торжественную линейку в школу 1 сентября. Погибло тогда более 300 человек. И в память о них в республике прошла акция «Капля жизни». Из-за погоды ее перенесли в Дом дружбы народов. В этом году акция проводится по всей России уже в четвертый раз, а ее инициатором стала как раз Удмуртия. И сегодня в республике действует государственная программа по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. В рамках профилактики мы осуществляем мониторинг этноконфессиональной ситуации, привлекаем экспертное сообщество для анализа, оценки и прогнозирования этноконфессиональной ситуации. По результатам социологических опросов, большинство опрошенного населения, это более 85%, положительно оценивают межнациональную и межконфессиональную ситуацию в регионе. Акцию «Капля жизни» поддержали по всей республике, а в Ижевске ее участниками стали ветераны, сотрудники правоохранительных органов и кадеты. Ну и в продолжение темы смотрите наш специальный репортаж, а я с вами прощаюсь. До встречи. Вот человеку нужен хозяин. Без хозяина он не может. То есть я такой же. Мне периодически нужен какой-нибудь духовный наставник. Я планировал вступить в организацию, приобрести какие-то дополнительные навыки по спецпредназначению, интересах данной организации. Делать какие-то действия, связанные с душегустом, то есть с введением боевых действий. Боевые действия без жест не приходят, то есть все равно будет. То есть я был духовно готов к этому. Также хотел я поменять вероиспоминания, когда это будет необходимо, потому что в кругу братья мусульманы должны быть мусульмане. То есть не должно быть лишних, все должны быть свои. Мужчина говорит о международной террористической организации «Аль-Каида». Ее деятельность запрещена на территории России. Военный лагерь, приказы, подвиг – эти понятия привлекали его с детства. Он хотел стать военным, но в старших классах убил человека. Он и сейчас вспоминает, бил целенаправленно, варианта выжить у потерпевшего не было. После освобождения еще четыре уголовные статьи и, в общем, более десяти лет тюремного срока. Потому самореализация, как он решил сам, была возможна только у террористов. Но выехать за пределы страны он решил не один. Вел разговоры о радикально новой жизни с осужденным из своей же колонии. Неофиты в колонии – это одна из угроз, считают эксперты. Поэтому работа регионального духовного управления мусульман в исправительных учреждениях неоценима. Я уже сталкивался. То есть пытались вербовать? Конечно. Единственное, что очень помогает, это когда человек сам осознанно ишит основу своей религии, и узнаешь все заранее. Основы религии имеют ключевую роль в этом вопросе. Эти проблемы в основном из-за незнания основ религии. Именно мы даем священнике и проповеднике именно фундаментальные основы знаний. Именно неверное трактование основ религии привело к трагедии в городе Кукмарх, Татарстана. Сейчас я иду поджигать кафе. 16-летний подросток с матерью до переезда в Татарстан проживал в Удмуртии. Как утверждает отец, еще в 18-м году сын считал себя атеистом. В 19-м принял ислам, а в 20-м, на своем примере, призывал совершить джихад. Выходите на пути Аллаха и сражайтесь на его пути до смерти. В ночь на 30 октября 16-летний подросток вместо кафе напал на отдел полиции с коктейлями Молотова. При задержании был убит. Другая угроза, которая на сегодняшний день тоже достаточно актуальна, это миграционные потоки. Прозрачность границ страны, в общем-то, дает возможность большому числу иностранных граждан, в первую очередь из стран Средней Азии, из стран с высокой террористической опасностью, в общем-то, въезжать на территорию страны и оседать в различных регионах, в том числе и в Удмуртии. То есть они едут сюда как эмиссары, допустим, террористических организаций с целью найти, подобрать, завербовать и так далее лиц российских граждан, которые впоследствии будут выполнять их задачи, их поставленные ими задачи. Надо отметить, в последние годы задержания пособников террористов, выявлений спящих ячеек на территории Удмуртии не было. Но у соседей в Башкирии и Токарстане такие факты зафиксированы. А это значит, оставшиеся на свободе могут пересечь границы с нашей республикой. И пока статистика преступлений террористического характера в Удмуртии не тревожит. За 8 месяцев этого года 8 преступлений. Но терять бдительность и не стоит. Цена может оказаться слишком высокой. Михаил осужден на 9 лет. Он раскаивается. Очень надеется, что выйдет хотя бы на год-два раньше. Мне ведь не 50 лет, не 60. Всего 33 года еще все впереди. У меня сейчас детей нету пока, но планирую. Хотел бы 3-4 и хотя бы одного сына.